До каких показателей будет дорожать бензин? С конца прошлого года карагандинцы фиксируют стабильный рост цен на автомобильное топливо. Литр самой ходовой марки бензина за последний месяц вырос в цене на 15 тенге. В скором будущем это может привести к очередному витку роста цен на продукты и товары. Как не раз бывало. Светлана Фарина продолжит тему. На автозаправочных станциях бензин марки АИ-92 поднялся в цене. Например, по данным, в конце прошлого года на всех автозаправочных станциях литр АИ-92 продавался по 123 тенге. Таким образом, подорожание к настоящему моменту составило 15 тенге за литр. Сегодня карагандинцам приходят сообщения в мессенджере WhatsApp. Всех водителей призывают бороться с ценами на бензин. В пример приводятся европейские водители, которые не покупали топливо один день. Нашим же автолюбителям предлагается не покупать бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика региона два месяца. Таким образом, говорится в сообщении, можно повлиять на рост цен на бензин. Да нет, эта мера, по-моему, не понизит она. Это не столь такая существенная будет, но для автолюбителей это будет накладно. То есть, есть и другие заправки, которые не будут понижать. В общем, это будет неэффективно. Работы нет ни у кого толком. Заводы все стоят, налоги повышаются. Ну, куда это еще? Странно вообще. Ценовая политика на бензин возмущает. Нефть дешевеет, у нас бензин дорожает. Нефть дорожает, у нас все равно бензин дорожает. Конечно, негативно. Нормально вроде, не знаю. Я уже, мне 10 литров на еле хватит. Заливаю, и все. Вот сколько, там копейки, я не знаю. По дорожанию всегда все отрицательно относятся, правильно? Хотя говорили, что не будет дорожать. Что касается прогнозов стоимости ходовой марки, то, как предполагают эксперты, она будет расти. Так, Мурадбай Сихимбаев, проректор по научной работе КЭУ, предположил, что увеличение составит 10-15% от уровня цен конца прошлого года. Он объяснил это подорожанием российского топлива на 10-12% в 2017 году за счет акцизов и прочего. А казахстанский рынок, как известно, 30% топлива получает из России. Таким образом, стоимость, согласно предположениям экономиста, и если исходить из указанных выше цен, может составить от 144 до 149 тенге за литр. Большая часть формирующих цену на бензин – это налоги. У нас 60% где-то налогов заложены в цене бензина. Это акциз на бензин, налог на добычу полезных ископаемых, услуги нефтеперерабатывающих завода, расходы на транспортевку и так далее. Светлана Фарина, Дмитрий Оборок, Равиль Валеев, 5 канал.